Привет, земляне! Мишка Ростовчанин здесь. Сегодня я покажу еще один участок, на котором происходит пермакультурное преобразование ландшафта. Этот участок принадлежит семье Александра и Юлии Лосиковых. Посмотрим, на что решились эти смелые люди. Изначально это был плоский участок прямоугольной формы, примерно 130 на 75 метров, что дает площадь около 1 гектара. На участке есть жилой дом, отдельно стоящая баня и хозяйственные постройки. И при создании пермакультурного проекта было решено все постройки оставить на своих местах. Поэтому земляные работы ведутся вокруг существующих построек и в рамках существующего забора. Было решено по периметру всего участка построить двухэтажный, трехметровый террасированный вал, высокую гряду. Двухэтажная часть уже построена там, а я иду по первому этажу. Скоро ему будет придана правильная форма. На внутренней площади участка, защищенного от ветра и посторонних взглядов высокой грядой, было решено строить большое озеро с глубинными зонами и собственным островом. В проекте глубина этого озера в самых низких его местах составляет 5 метров. Наполняться это озеро будет из двух источников. Первый источник это грунтовые воды. Водоносный слой здесь находится на глубине 8 метров. И вода из колодца, который вырыт под озером, под дном озера, будет подниматься на поверхность с помощью насоса. Насос будет приводиться в действие либо силой ветра, либо солнечными батареями. Второй источник для наполнения пруда это поверхностная вода, дождевая и паводковая. За моей спиной находится угол участка. А прямо за забором находится водопропускная труба. Это означает, что это самое низкое место вот здесь, на этой площади. Именно здесь у водопропускной трубы собирается дождевая и паводковая вода. И эта труба переводит воду на другую сторону дороги, на еще более низкие площади. Именно отсюда мы будем брать поверхностную воду для наполнения пруда. Здесь, в самом углу участка, выкапывается вот такая вот яма. Когда будут идти дожди или таять снега, вода в первую очередь будет наполнять эту яму. Сейчас эта конструкция еще не достроена, но уже понятно, что вот здесь будет лежать труба, по которой вода самотоком будет двигаться вдоль высокой гряды с внешней ее стороны. Потом труба будет проходить сквозь высокую гряду, попадать на внутреннюю территорию и самотоком уходить в озеро. Для того, чтобы вода в построенном пруду не цвела, имела приятный запах и была бы пригодна к питью, нужно учесть несколько факторов. Направление сторон света, роза ветров и правильный баланс растений и животных. Это и есть задача пермакультуры. Сделать настоящий живой водоем. И за этим процессом здесь мы будем наблюдать. Мишка Ростовчанин, привет земляне, оставайтесь с нами. Что это такое? Что это? Ничего себе, почему он такой большой? Дождь шел и не поменялся. Ого, вот это да, отлично. Дождь шел и не поменялся.